Первый Голицынский проезд в селе Марфино проездом по факту не является. Дорога ведет в тупик, который образовали сами местные жители, чтобы здесь не устраивалась самовольная свалка. Сегодня у соседей есть взаимные претензии, и договориться между собой у них никак не получается. А при чем тут эти добротные технические строения, которые оказались на муниципальной земле общего пользования? В разрешении и согласовании на размещение данных объектов, разрешение на постройку этих объектов в администрации не выдавалось. Разрешение не выдавалось, но объект был построен. И было это почти 20 лет назад. Тогда негласно так делали многие. Сначала построить, а потом как-нибудь разрулить. Но прямо под объектом проходят коммуникации. И по нормам строить здесь нельзя. Строил, потому что планировал узаконить. Люди в земельном законодательстве и строительных нормах достаточно грамотны. Но разобраться в простых деталях не смогли. Для добровольного демонтажа владельцам строений было выделено полтора месяца. Я подавал документы в администрацию Матичинского района, но мне было отказано. По нормативам, по каким-то непонятным мне. Я всех вот этих геодезических дел не знаю. Я забираю свои вещи из этого помещения. Собственники имущества сочли нужным объявиться только с началом работ по сносу. Им помогли с выносом материальных ценностей. Сами строения были ликвидированы силами служб администрации. У нас вопрос размещения самовольных построек или их ликвидации находится на особом контроле. В производстве судов общей резиденции и арбитражных судов находится более 140 судебных дел. Работа по выявлению ликвидации самовольного строительства осуществляется прежде всего для обеспечения безопасности жителей городского округа Матищи, также для улучшения архитектурного облика. Как дальше будет развиваться первый Голицинский проезд, покажет время. Теперь тут многое должно измениться. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый Матищинский.